Когда мы летели обратно, у нас уже было намного всё лучше. Там, где нужно было пристегнуться, он пристёгивался без истерик. Там, где нужно было выходить, он тоже выходил. Съел еду. Кстати, он не ел никогда подливы, вот эти все соусы, приправы. Когда вот это что-то жидкое такое, скользкое было в еде, он не ел. Какая-то смесь там. Вот это всё ему не нравилось. А тут он в самолёте поел, получается, подлив. С макаронами полностью съел. Даже, по-моему, овощи поел, я уже точно не помню. В общем, было настроение хорошее. И прохожие, вернее, все пассажиры, наоборот, только вот, если видели его, только и умилялись. В общем, не было никаких вообще абсолютно косых взглядов, ничего. Потому что ребёнок спокойно себя вёл. Долетели мы нормально, настроение было хорошее. Он мне даже помогал, так сказать, катить чемодан. Прямо участвовал во всех процессах. Молодец такой. И когда мы выходили, прилетели уже, он прям вставал. Вот он видит, что люди стараются побыстрее вот встать с мест и идти очередью такой прям плотной к выходу. И, в общем, он прям так беспокоился, что мама, давай побыстрее вставай. Он прям всем своим видом показывал, что уже пора нам выходить. Прям такой вот прям весь переживал. И стоял тоже, блин, ну прям подпирал всех там, чтобы подгонял. В общем, так, когда мы прилетели, первое, первое, что заметил папа, что Глеба реакция была более стала такая вот быстрая. Он чётче стал реагировать так, и вот быстрее стал реагировать на какие-то просьбы там или ещё что-то там. И он стал спокойнее. И ещё вот, что я ещё заметила, спустя две недели лечения у него прошёл такой вот его особенность. Он косил глазами на заборы, на что-то рябое. Он постоянно, вот ему нужно было пробежать вот так взглядом по стене, там, я не знаю, по трубе, по чему-то длинному там. В общем, и вот это всё, вот это полностью прошло. Вот это его пробежка взглядом этим. Потом, когда они поехали на занятия к педагогам, с ним занимается психолог и занимается дефектолог, больше с логопедическим уклоном таким. И вот они тоже сразу обратили внимание и начали спрашивать у мужа, где вы были, что делали. Он так хорошо занимается, он такой сконцентрированный, концентрацию лучше переключается, лучше на занятия, нет уже какого-то плавающего такого состояния. Вот. И он начал лучше произносить звуки. Все словосочетания, буквосочетания, такие слоги он лучше стал произносить. Практически, ну, все буквы произносит, кроме там Р, наверное, ещё какой. Ну, там, твёрдый знак, мягкий знак он не может сказать. И, ну, алфавит он знает, знал до поездки. А сейчас, вот буквально в последнюю неделю, ему интересно стало прям вот его говорить этот алфавит, произносить этот алфавит. Вот. Что ещё? Потом вот недавно он стал тоже показывать, например, показывать на папу и говорит, папа, ну, слово это не говорит, просто говорит, папа, на меня показывает мама, на себя показывает я. Да, то есть стал показывать, допустим. А ещё мы, когда были в Израиле тоже, я ему открыла разукрашку, и там был паровозик нарисован. И он сразу мне сказал, чух-чух, то есть назвал, типа, это паровозик, чух-чух. Потом, когда он видел кошку, он говорил мяу, тоже комментировал, в общем, то, что он знает, то, что он мог назвать, он говорил, в общем. Так, потом, что ещё? Когда мы приехали домой тоже, один раз как-то сидели, ужинали, и я Глебу говорю, ты будешь салат? Он говорит, да. Я ему положила салат, там был салат, получается, с огурцов, с огурцами, помидорами, сладкий перец, и всё это было приправлено майонезом. До этого он никогда такое не ел. Я говорю вот то, что смешанное, и тем более с соусами он никогда не ел. Вот. Он съел полностью этот салат. И картофель фри, он захотел именно налить кетчуп в тарелочку, и сидел, макал в кетчуп. До этого он вообще кетчуп тоже не ел никогда. Да, он даже плевался, в общем, не хотел его пробовать. Так, что ещё? А, вот он стал ещё проявлять интерес, чтобы помочь. Например, папа ремонтировал, там, я не знаю, колесо, что-то там делал. Мы уже скидывали это видео. И он тоже сам заинтересовался, подошёл и тоже начал, в общем, попросил у него инструменты, тоже помогал. И муж говорит, он приносил инструменты, он всё об этом мечтал всегда, что вот, ну, чтобы вот Глебушка приносил мне инструменты, помогал со мной, там, возился и всё такое. И вот он начал это делать. Потом я как-то пошла собирать ягоду, у нас дом частный, ягода разная растёт. Я повесила, значит, бетончик там на верёвочку, пошла собирать ягоду, он тоже схватил ведёрко такое маленькое. И мне показывают, чтобы я ему тоже завязала, я ему одела верёвочку, и вместе он пошёл со мной собирать. В общем, и он до сих пор иногда сам пойдёт, возьмёт это ведёрко, пойдёт, наберёт себе ягоду именно вот с этим ведёрком, чтобы именно как полагается на шею повешать, и потом собирает, потом кушает. В общем, такой вот, ну вот, в общем-то, трудолюбивый такой, приятный такой мальчишка, такой характер у него очень хороший. Вот, ещё он, кстати, помогает накрывать на стол, например, мы собираемся обедать или ужинать. Я ему говорю, вот на тебе тарелочки, иди ставь на стол, он расставит тарелочки, потом вилочки, потом я там ему хлеб подаю. Он накрывает на стол, мне помогает. Так, ну вот что ещё? Вроде бы так я всё рассказала. Да, вроде бы так я всё рассказала. Если что-то забыла, я обязательно это всё сниму ещё в видео. И хочу сказать, конечно, огромное спасибо Давиду и Йосифе, что предоставили нам такую возможность побывать у вас. Это, конечно, ничем не заменимо, так скажем. И благодарю я, конечно, всех специалистов центра, потому что они очень все добродушные и действительно стараются помочь на самом деле. Очень нам хорошо всем помогли. И ребёнок теперь абсолютно здоровый и старается нагнать. Сейчас мы только нагоняем то, что нам нужно догнать, так скажем. Ну, в речи у нас в основном с речью проблема. Вот. Я думаю, что это всё тоже наладится. Спасибо огромное ещё раз Давиду. Спасибо огромное Йосифе. Это очень такие добрые и бескорыстные люди. И они всем, чем могут, они обязательно помогают. И всем помогут. Так что не раздумывайте, как говорится. Езжайте, если есть возможность, конечно, езжайте туда. Там намного это всё пройдёт быстрее, потому что там именно убирают причину. Причину определяют, причину и вылечивают. Причину, от чего это происходит с ребёнком. Так что всем спасибо ещё раз. Всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok